ребята всем привет мы сейчас находимся на даче и мы планируем здесь жить где-то неделю может быть больше в общем план такой у нас москве отключили горячую воду как это обычно бывает каждое лето где-то на 10 дней отключают горячую воду чтобы типа подготовить трубы к отопительному сезону что так долго думаешь вчера мы приехали на дачу и здесь очень много дел и мы уже успели сделать немало делах натворить немало делов кроме вас снять муху или бабочку который не показывает мне свои крылышки так ребят мы сейчас едем по делам блин опять и какая-то опухшая поправим губы как у бабки старый куча филлер поправим губы и подтягиваем рассказала как я отношусь к твоему желанию сделать нос короче я всем телеграм канале снова завела эту тему что мне хочется сделать себе нос но не сейчас я не не решилась на это не готова на это если смотрит моя мама на нибудь вообще уже только это ну короче ну блин я просто давно об этом думаю я наткнулась на какого-то хирурга у него там была такая типа подпись то что если девушка хоть раз задумывалась о том чтобы сделать себе нос то она типа не сможет забыть об этом и все равно будет всегда к этому возвращаться и типа лучше сделать и забыть слава не разрешает ну как да нет конечно у тебя отличный нос прекрасный нос говорит что у меня отличный нос ну да он немножко загибается вниз но я его так люблю чуть-чуть загибается вот я прочитал один комментарий что это характер понимаешь нос показывает твой характер поэтому это ты и рода во первых во вторых он у тебя отличный то есть он у тебя не уродливый я видел уродливые носы зай где я понимаю реально можно потратить кэш и нужно потратить кэш чтобы купить себе нормально сделать нормальный нос тебе так не надо у тебя нормальный нос до это уже истерия какая-то иногда я даже думаю блин да лучше бы у меня был огромный кривой нос чтобы точно его сделать но не на самом деле правда у меня нормальный хороший нос но он не идеальный ладно что меня бесит это вот эта пимпочка то что она широкая здесь да она не очень широкая я понимаю что есть люди сейчас меня кто-то смотрит у кого реально ну как бы нос такой что надо его делать реально это как бы все бы сказали я как бы не жалуюсь но просто вот мне хочется чтобы он профиль был типа вот особенно если я лунусь и за зубами что-то он вообще вниз загибается мне это жутко бесит с другой стороны я могу жить с этим носом но я его всегда все равно на фотках фотошоплю и это меня конечно поражает когда люди пишут типа на себя фотошопе типа да я об этом всю жизнь открыто говорю да потому что мне хочется на фото прикольно что все было так как я хочу так как в жизни у меня например не может быть пока что допустим или не зато честно да да честно это честно короче слава против чтобы сделать мне нос у хорошего хирурга реально хорошего не надо всего-то 350 тысяч многие хейтеры напишут поэтому и против но нет я против просто потому что она красивая сама по себе нам нужно любить себя я ее очень люблю она так очень куда на себя где-то в моментах вот просто гоняя конечно у меня такое ощущение и хотя я тебе постоянно как у меня красиво какие у тебя глазки какие у тебя щечки какие у тебя губки я очень рада что ты меня любишь такой какая есть ты меня вообще полюбил блин без винир без инъекций по сути вообще никаких потому что мы встретились 18 лет я тогда наверное один раз губы только себе сделан то есть это вообще так куда есть я не сомневаюсь твоей любви что ты любишь меня реально вот как человека то что я по-твоему просто вот красивый внутри и снаружи я тебе нравлюсь но тут вопрос не в тебе а во мне чтобы мне нравилось короче в общем это долгая тема и мы ее будем конечно же мусолить конечно приехали да мы приехали а приехали мы в мост энергосбыт почему расскажу сейчас дело все в том что больше полугода назад у нас на даче заменили счетчик в этот момент нас не было на даче дверь открыли соседи все как бы нормально показали что надо они как бы знают что надо мы с ними сто лет дружим и там семьями да все такое все нормально хорошие люди доверяем они же и приглядывают за домом когда нас нет и за пушком кому интересно в общем об этом тоже расскажу и собственно говоря они открыли дверь все установили счетчик и вот этот мужик который устанавливал счетчик не оставил акт на то что он установил счетчик никаких документов кроме документа на пульт потому что у нас счетчик наверху на столбе кто живет на даче кто взрослый уже разбирается понимают о чем я говорю и в общем так говоря с этого пульта мы смотрим как раз показания от этих счетчиков этот делает слава он записывать у него есть бумажки специальная книжка и он туда записывает показания каждый раз когда мы приезжаем чтобы смотреть что так в общем без этого акта мы не можем оплачивать электричество уже знаете сколько блин больше полгода я даже не знаю сколько там денег уже накопилось но мы не можем и мы уже наверное в пятый раз приезжаем мосэнерго куда я только не звонила где я только не обращалась какие заявки только не оставляла меня то всюду посылают ой идите туда а там говорят ой нет мы вообще у нас тут нет такой компании даже то есть это просто какое-то по-другому не могу сказать конечно я это запекала так в общем где-то два-три месяца назад мы приезжали мосэнергосбыт это находится у нас на даче как раз все вот эти вот дела энергетические мы сюда приезжали написали заявление о том чтобы предоставили сука акт там мне сказали дали номер сказать лучше съездите в москве там будет намного быстрее но туда сначала заранее позвоните запишитесь потому что там по записи типа съездите туда там вам намного быстрее дадут этот акт и вы сможете все это установить личном кабинете за ну как бы все сделать так чтобы я могла ну оплачивать электричество на даче чтобы мы могли скидывать туда показания счетчика и могли как-то нормально реально оплачивать ну сейчас у нас наверное накопился долг это как бы плохо потому что там наверное уже не знаю тысяч 80 по моим ощущениям если посчитать сколько в месяц может выходить электричество не знаю но как бы это окей ну не страшно на эту денежку найдем закинем сразу если чё оплатим еще по частям оплатим не знаю просто сколько там но суть не в этом суть в том что просто дайте сука возможность оплатить свое же электричество что за херня и такое отношение везде отовсюду посылают я думаю что многие меня понимают многие понимают вообще эту жизнь и эти вот эти все проблемы и сейчас мы приедем и короче говоря когда мне дали номер в мосэнерго по поводу вот москвы что там надо съездить там намного быстрее дадут акт я туда позвонила мне сказали о нет мы вообще это только вот районные дела этим занимаются ну как бы вы на даче устанавливали значит типа на даче едьте разбирайтесь и дали адрес и скажут что только по средам работают там сегодня как раз среда сегодня мы поедем просто разбираться в общем это ужасно но сначала мы зайдем в мосэнерго сбыть узнаем по поводу нашего запроса не знаю конечно получится у нас что-то или нет сейчас будет опять геморрой а потом мы поедем на тот адрес который дали но чует моя пятая точка что там вообще этого здания нет что там скажут ой знаете мы уже 10 лет как переехали там вообще этого уже нет в общем я не знаю что нас ждет расскажу в этом позиум вот так вот выглядит здание там куча со кстати там тоже есть какая-то мебель так что мы сейчас туда зайдем вот а по поводу мебель это же расскажу чуть позже так что мы пошли узнавать что же там такой с электричеством и даст ли нам наше государство и вот эта вся система возможность оплачивать свое же электричество я не знаю что записалась что не запускалась какая-то какая-то щитка карта памяти в общем ничего у нас не удалось не получилось но нам сказали что можно не париться и ничего не оплачивать и как бы гипотетически через полгода еще например акт уже появится у них вот здесь какая-то ну тут конечно мебель целый мир целый мир да в общем ладно сейчас посмотрим мебель врачи чем мы ищем мы хотим купить стол рабочий на дачу потому что когда мы приезжаем нам хочется приехать компьютером чтобы удобно было работать мы приезжаем обычно с ноутбуком но на нем неудобно монтировать снимать акции невозможно ну как бы возможно но нам надо и компьютеры то есть он в общем дел полно и мы короче ищем и конечно вариантов варианты есть но не убогие ужасно убогие поэтому как бы лучше уж не знаю ничего не брать чем брать то что не очень красиво и короче по поводу мосэнерго что сказали сказали что акта нет нашего вот его нет уже скоро будет наверно год как его чеки ну больше полгода ну наверное месяца 8-9 его уже нет мы 89 месяцев реально не можем оплачивать электричество на даче не можем мы даже не можем знать сколько мы должны и это действительно головная боль но нас успокоили успокоили нас тем что ничего страшного ну мы можем съездить перекусить мужские все какой-нибудь и поехать в мебель в мебель в озон у меня еще там озон уже в покупочке вот так он очень интересно мне ждет что у тебя там интересный пакет или специи для рыбы в общем дали почту куда можно написать по поводу этого акта но сказали что девушка я бы на вашем месте вообще не парилась бы даже не оплачивала бы ниже ну типа на полном серьезе говорю она нам так сказала люди так живут годами веками их внуки так живут не на самом деле конечно я немножко преувеличиваю я задала ей такой вопрос я говорю гипотетически если мы к вам придем точнее в течение полугода например все таки акт могут вам привезти потому что акт должны доставить туда я не знаю ребят кто живет взрослой жизнью как как вы живете это же просто кошмар это просто бюрократия куча компаний они между собой работают где то лучше где то хуже куча левых людей которые не отвечают ни за что либо отвечают но очень плохо поэтому ну это да это везде ну это очень обидно потому что это очень тяжело и людям приходится бегать из одного места в другое место потом опять в третье место еще что-то звонить ждать блин я уже молчу про медицину я тут это поругался с врачом недавно что я тебе не рассказывал нет с каким врачом ну я с мамой приехал вообще все болт клали на проблемы других врачам вообще плевать в бесплатных поликлиниках а мы были в бесплатный потому что маме нужно было продлить больничный вот и ну это просто жесть она на костылях и ее просто заставляют ждать по часу ее не принимают хотя ну обязаны принимать она не может сидеть она бы могла бы посидеть и подождать ну короче медицина тоже так себе я вообще прям ругался ну хорошо я знаю что сейчас начнутся комментарии типа я там врач сама работаю в бесплатной там государственной больнице я очень хорошо ко всем отношусь всех по поцелую обнимаю типа на связи через камеру ну короче понятное дело что это от человека зависит но в целом ну как бы да очень часто такое встречается что особенно в бесплатных больницах вообще всем на тебя пофиг сама ходила и хожу и в бесплатные больницы и в платные больницы и разница конечно есть в платной мой хороший садись чай будешь типа рассказывай что болит где болит сейчас вылечим давай ну кстати в платных тоже есть врачи засранцы но пока вот ты найдешь своего врача я вот нашел одного своего врача очень классного нужно найти своего врача это знаете как с преподавателем нужно найти своего педагога не ну конечно нужно найти своего врача потому что ну они все разные не на самом деле это очень важно потому что свой врач он уже всегда знает всю твою историю грубо говоря болезни каких то вот этих что у тебя было что тебе лечили что не лечили да знает уже твои анализы уже тебя в лицо знает и ну грубо говоря да то есть понятно вкусные . не работает скорее всего наверное напишем еще раз на почту не еще раз а просто напишем на почту в духе слушали дай акт пожалуйста если не ответят или не дадут то ну реально пошли нафиг надоело но мне не нравится так жить потому что там капают деньги каждый месяц это типа знаете как в один день мы проснемся а мы должны там на 500 тысяч но я думаю что конечно такого не будет не 500 тысяч но может и 100 с чем-то до электричество нынче дорогое несмотря на то что мы там не живем но на зиму например мы отапливаем все равно дом пусть не сильно но отапливаем потому что потому что жалко не хочется ну как бы не хорошо не делая то чтобы дом стоял зимой например мерз и ну как бы он просто испортится и офигеет это нехорошо а циреет будет вонять весь дом сыр зачем надо такое поэтому зимой конечно приходится тоже включать электричество даже если мы там не живем отопление чтобы тепло было так что такие вот дела мы заехали в киевсишку перекусили сейчас мы зайдем в тц-шку чтобы купить карту памяти на фотоаппарат потому что наши что-то видимо уже очень давно служит нам и иногда бывает глючат бывало такое что даже не записывали что-то это совсем извините подстава в общем такие дела сегодня нам должны позвонить уточнить по поводу доставки кровати потому что завтра должны привезти кровать которую мы еще не оплатили оплатим завтра при получении короче там кровать ну покажу вам завтра уже когда привезут матрас не помню 43 что ли сказали нам по денежке это кстати не так уж дорого я думаю что можно было бы найти дешевле но в целом это вообще нормальная цена уже какой-то колхоз потому что мы заходили например в шатуру ну я думаю те кто живут на дачах еще что-то ну и москве тоже чаще всего мне кажется как будто это дача подмосковье да и что-то такое мне кажется чаще всего там шатуры мы заходили туда это вообще сумасшедшие цены просто больные какие-то психопаты какие-то типа кровать там 120 тысяч абсолютно обычная и типа я таких кровати там не знаю на этом где мы там смотрели как-то хофф аскона не аскона это матрас и хохов по моему да короче таких кроватей просто намного лучше если намного дешевле еще и по акциям всяким и так далее мы короче охренели и зашли в соседний магазин нам там показали на сайте мы не вживую не видели кровать на сайте показали нам понравилось мы таки тебя берем просто коричневая кровать с мягкой спинкой типа как у нас дома москве еще и матрас читай в подарок еще и доставка бесплатный установка установка бесплатный экономия да посмотрим конечно что нам привезут завтра но не я думаю что все должно быть нормально еще и подъемный механизм мама надеюсь все будет хорошо и все привезут нам то что надо с мост энерго сегодня напишем письмо им обращение такое типа дай пожалуйста акт я думаю что знаешь как можно сделать просто каждый месяц откладывать где-то там 15-20 тысяч ну не 20 до хрена и даже 15 наверно до хрена вы просто откладывать каждый месяц например 10 тысяч уже десятки хватит на десятку каждый месяц откладывать и прям баночку создать такую типа на электричество которым мы пока еще не можем оплатить и не знаем сколько мы должны электричество которым мы мечтаем электричество которое у нас это странно мы пользуемся электричеством но мы не можем его оплачивать имеет не нравится потому что я не люблю быть кому-то должны это не очень приятно ничего нормально все будет нам же сказали что вы не одни таки данном сказали что это очень часто такое бывает нам девушка сказала что вот там мужчина вот буквально перед вами мужчина там год тоже уже не может оплачивать электричество ничего нормально просто живет как тяжелый у меня просто дайте очень нравится что в один момент просто херрак и выключают электричество ты такой тип мне кажется мы слишком совестные понимаешь она у нас так посмотрел улыбнулась вы счастливые еще молодые такие молодые такие смелые думают им за это что-то будет не ну правда ну типа что такое ну как бы неприятно просто реально по кайфу жить когда ты никому ничего не должен я думаю что каждый со мной согласится а когда ты ну как бы знаю что что у тебя там в какой-то момент придет счет типа там 150 косарей например мы съездили в кучу разных мест магазинов заехали на зон слава забрал посылки еще заказал мне наконец-то специи для а еще прикиньте сейчас всего лишь 11 часов ну не 11 уже день с 30 но да это жесть потому что сегодня мы проснулись в 8 30 что ли без будильника сейчас о чем я и это странно потому что сначала короче я очень легко быстро уснула но потом где-то в 5 или 6 утра я проснулась от того что жарко даже раньше проснулась но потом я подумал я как-то смогу забить на этот на этот жара и жить дальше но нет я не смогла и потом где-то через час я снова проснулась мне было очень жарко и тогда уже я сказала славе чтобы он включил кондиционер я даже не знала спит он или не спит но мне почему-то казалось что раз не сплюсь от его он не должен шутка на самом деле не такая я тоже не мог уснуть нормально заезжаем на частный территория ну и вот слова включил кондиционер где-то через два часа я проснулся то что мне уже было холодно у нее каждый час снова постоянно просыпался и давал ходил около кондиционера не дотягивается надо батарейки поменять сегодня кстати я это сделаю пульт просто не дотягиваются из кровати приходится но из-за того что он подсел немножко нужно вставать и прям подходить к это не у нас москве тоже так ну типа ты издали каком-то не сделать надо подойти чуть поближе понятно но в любом случае приходилось и каждый час вставать я такой уже сплю думаю ёпта лежу не могу понять что делать спать не могу хочу вроде не нам нормально не выспался жара хотя кондёр работает ну типа то мне было холодно да было то холодно то жарко я уже на 27 поставил нихрена не помогло и в итоге 8 с чем-то утра вот как раз я лежу я такой ну блин уже не знаю чё ну реально уже понимаете уже и в туалет хочется уже утро все я уже как бы проснулась меня уже я уже и кушать хочу понимаешь я уже много раз просыпалась что меня уже организм как бы знает что так мы уже встали уже время прошло нам уже и пока позавтракать можно я такая слава и я вижу слова опять что-то типа стал или что там двигается крутится я вижу что ну как у меня что на 5 не спит так же как и я я могу слушай я встаю все будет я тоже ну короче мы сегодня как-то не поспали и решили что нафиг спать вообще это как-то глупо и нормально не получается мне кажется только в его единственное спит там до сих пор мы и кстати оставили дома у него скачешь и москве оставить собаку оставили ее дома на даче вот сейчас как раз к ней приедем по мою в затылок вот разложим продукты и пойдем прогуляемся да наверное она пока еще не самое пекло хотя сейчас уже 12 уже сейчас уже жара да блин погодку и лето прикинь а вчера мы ехали из москвы на дачу вообще жизнь была игра не вот не видно булочек люди дождик был лютый такой что просто было страшно ехать и дождь еще машины лужами тебя хрена хрена молнии были гроза было чем москве мы попали в ливень когда машину ну собирали ну когда мы кстати раскладывали все вещи машины у нас было дофига всего уже не было такого дождя но он все равно нашу ну да ничего что я за машины в ливень ну ты да ты пошел в ливень а когда ты уже поднялся чтобы вещи начали перетаскивать уже как-то спала ну и вот собственно говоря и потом когда мы приехали на дачу здесь уже не было такого дождя сильного какое-то время было хорошо а потом тоже пошел дождь и мы же вчера поехали в итоге заказывать кровать но мы не знали закажем нет но мы поехали в магазин мебельный в итоге заказали кровать и когда мы ехали мы попали тоже под молнию грозу вообще просто жесть но целом не намокли только от машины до магазина быстренько добежали уже приехали сейчас будем заезжать так ребят представляете меня тут укусил какая-то мушка походу появились какие-то странные капилляры это ужас что это такое покажу вам что у нас тут у нас тут пакеты надо разобрать это то что мы купили буду вам показывать продукты кое-какие я уже разложила сейчас покажу что у нас в холодильнике яички сметана паштетик творог сырники сделать какой-то этот самый здесь у нас картошка с куриной ножкой это вообще мы из москвы придет наверно уже сегодня это не вариант кушать здесь сырники есть лаваш горбушу тоже из москвы притащил из холодильника если захочется сделать салат мимоза сметанка там виола сырочек здесь у нас картошка вчера делали и жарили шашлык вон так что сегодня мы вот это доедим все у нас чанах уже не за год наверное целый его не ела вообще как-то наелась им и сейчас вот опять захотелось его кушать соки какие-то напитки у нас кетчупы тут тоже надо будет в холодильнике разобраться молочко венчик вот это кстати не знаю чего вот это вот таком и пили вчера таком и тоже будем пить здесь я взяла сегодня вот раз в магазине капусту с морковкой салата зелень какая то есть помидор лук огурцы что еще в морозилке ничего интересного там у нас одни пельмени вот эти мы вчера купили а эти с прошлых разов лежат я думаю их надо вообще выкинуть вот такие мороженые кстати мое любимое мороженое это с шоколадной крошкой не обязательно от этой фирмы я вообще москве другой фирмы брала себе такое мороженое но главное шоколадной крошкой вот так что взяли мороженого тут лаваши замороженные там вот вивочка лежит сейчас пойдем гулять пойдем гулять будем гулять подачи конечно будем да так что здесь будем все разбирать всякие контейнеры для хранения что-то набрала вот тут что-то еще стоит а вот это вот специя которую слава мне заказал на озон вот она очень классная для рыбы помните в каком-то влоге ну если помните показывала что мне закончилась такая специя вот я покупал на эко-маркете но ее перестали почему-то продавать на эко-маркет либо просто мне на не попадается там от этого же бренда продаются другие типа для шашлыка для мяса там для чего-то другого но для рыбы почему-то перестали продавать вот и я очень люблю на для рыбы прям реально очень классные заказали целых две штучки хочу это они такие разные а там они по цене немножко отличались видите тут санта-мария что-то 911 тут просто санта-мария короче хорошая специя попробуйте не знаю почему они отличаются и чем надо будет посмотреть вот эта комната из которой мы сделаем спальню нашу мы это давно запланировали скажу честно здесь стоял раньше диван кто помнит я думаю вы помните вот здесь стоял раньше диван еще зимой слава приезжал сюда на дачу один и продавал этот диван потому что он нам не нужен мы предлагали кому-то там если родных если кому надо куда-то но никому он не нужен никуда он ну короче не встает ни у кого и не нужен ну в общем мы решили ну как боя чё продадим конечно недорого продали но в любом случае главное что в него избавились потому что мы на нем как бы спать не планировали из этой комнаты хорошо сделать спальню нашу такую главную с хозяевскую спальню то что на втором этаже неудобно спать вот здесь куча вещей но это на самом деле даже не куча куча вещей на втором этаже когда вы это увидите вы просто охренеете, потому что как-то сюда приезжал Слава и отвозил кучу всего. Оставался даже на ночь. Вот, так что будем все это разбирать. На этой кровати дедушка спал обычно, когда приезжал. Вот, но мы ее не планировали, ну, как бы не продавать, ничего. Мы просто хотели убрать диван отсюда, потому что, когда дедушка, например, живет в Грузии, мы как бы планировали, что мы будем спать внизу, а когда дедушка будет приезжать, то мы, понятно, будем, ну, наверху спать, а дедушка здесь будет один чилить кайфовать. Вот, но теперь как бы из-за этой комнаты можно сделать нашу спальню. Вот, телевизор вот этот тоже. Я даже не знаю, работает он вообще или нет, но как бы его тут никто не смотрел, ни дедушка не смотрел. Тут сейчас все в хламе всяком, надо будет разобрать. Вот это тоже дедушка ходил на дорожке. Нам она не нужна, не знаю, как бы посмотрим, что мы с ней сделаем. Я постоянно, знаете, думаю, вот какие-то вещи, типа, что с ними делать, продать или кому-то подарить. Зная моего дедушку, который всем все всегда дарил и вообще очень щедрый человек, он бы, наверное, подарил. Но, с другой стороны, я думаю, дедушка бы, наверное, хотел, чтобы у меня было бы побольше денежек, чтобы здесь сделать еще больше какой-то красоты, вложить денежек в эту дачу. Поэтому, может быть, мы продадим. Ну, короче, не знаю. Сложный такой момент. В общем, много всего. Надо будет разобраться. Не знаю, конечно, как быть. Вчера плакала здесь, стояла. Тут дедушкины костюмы висят. Надо будет их собрать. Дедушка у меня всегда в костюмах ходил. Всегда был такой красивый, нарядный. Такой деловой мужчина. Вот такой прям, как, не знаю, как мечтаешь. Наверное, вот такой мужчина. Здесь рубашки дедушкины. Тоже стояла тут, плакала. Такая вот курточка у него модная вообще. Адидас. Какие-то вещи прям брала и, знаете, прям видела дедушку как будто в этих вещах, потому что он их часто носил, например. Галстуки тоже рассматривала вчера. Столько красивых галстуков у дедушки. Вообще так странно. Это так, мне кажется, так редко, когда в таком возрасте мужчина ходит всегда в костюмах, такой нарядный, в рубашках. Для меня это всегда было чем-то таким, знаете, то, что только мой дедушка такой. Ну, типа, никто вообще не такой, но только мой дедушка. Ну, в общем, да. Надо будет собрать эти вещи тоже все. И как бы, с одной стороны, знаете, вот как будто ничего не хочется никому отдавать, собирать. Прям хочется просто все это себе оставить. Ну, зачем мне это все? Я знаю, что дедушка бы хотел, чтобы эти вещи кто-то другой мог носить, чтобы они не висели просто так. Он бы точно хотел кого-то порадовать. Ну, какими-то новыми вещами, знаете, что кому-то отдать. Ну, здесь ничего такого, в принципе. Единственное, что еще очень хочется здесь поменять шторы, хотя дедушка за эти шторы во всем доме отвалил огромные деньги когда-то. Но, блин, бирюзовые шторы сюда. Я не знаю, короче. В общем, мы планируем сегодня снять вот этот ковер, потому что завтра нам должны сюда привезти кровать. Тут надо все подготовить к этому. Вот этот телевизор мы унесем и принесем сюда телевизор со второго этажа. Вот. Так что дел, на самом деле, здесь очень много. Вот. Так что не знаю. Этот ковер здесь висит, сколько я себя помню. И мне всегда казалось, что этот ковер должен здесь висеть для того, чтобы... Ну, короче, вот это дерево или вагонка, мне всегда казалось... Ну, короче, на втором этаже оно как будто бы липкое. Но здесь оно абсолютно не липкое. И я не знаю, что там за ковром. Мне страшно, если честно, потому что у меня ощущение, что стена будет черная. Не знаю почему. Но мне так кажется, что за этим ковром будет что-то... Что-то страшное. И я очень боюсь, не совершим ли мы ошибку, если мы снимем этот ковер. Но я думаю, что в любом случае не совершим. В любом случае, тогда нам придется... Придется его тогда снова потом туда повесить. Не знаю, конечно. В общем, волнуюсь. Очень волнуюсь. Вот. Ну и понятное дело, что вот здесь, например, ковер висит ясно для чего, да? Чтобы как бы к стенке, когда прислоняешься, было тепло. Ну, как бы мне даже подписчики написали, что раньше ковры вешали, чтобы тепло было. Вот еще что-то такое. Слава говорит, что здесь вообще супер, потому что шумоизоляция хорошая. Ковры как раз для этого помогают тоже. Такой вот портрет дедушкин висит здесь. Тут дедушкин портрет, тут папа мой. Вот. Так что, в общем, будем здесь все теперь обустраивать. Несмотря на то, что дедушка мне всегда говорил, что я здесь хозяйка, я здесь хозяйка, давай, ты тут что-то думай, что как тебе надо, делай. Я никогда особо ничего такого здесь не меняла, не делала, потому что я всегда знала, что несмотря на то, что... И несмотря на то, что этот дом принадлежит мне, дедушка мне много лет назад его подарил, я все равно знала, что я вторая хозяйка, дедушка, главный хозяин в этом доме. И все здесь должно быть так, как ему нравится, как ему комфортно. И пока он был жив, я никогда здесь ничего такого сильно не меняла. Мы могли что-то поменять, но особо ничего такого не делали, потому что... И не потому что я там, типа, не знаю, не хотела или хотела, ну не знаю, в общем, мне просто хотелось, чтобы... Дедушке было комфортно, чтобы все было так, как он любит, так, как ему нравится. И для меня... И мне это даже нравилось, что вот так, как ему нравится, пусть так и будет. Что-то по мелочи, вот типа кровать, как бы я ему даже показывала, то, что диван мы продали. И он говорит, типа, ну ладно, типа, ну и что вы там кровать поставите? Я говорю, ну да. То есть какие-то такие вещи, конечно, мы все равно меняли, делали, но не кардинально. Вот, я не говорю, что сейчас мы кардинально все поменяем, но было бы неплохо, на самом деле, много чего поменять. Мы только что вернулись с прогулки, я немножко намочила вивочку, потому что ей очень жарко, вы только посмотрите на нее. Славику тоже чуть-чуть жарко. Чего хорошая? Я ее намочила, чтобы ей было не так жарко. Сейчас мы попьем водички и будем разбирать кучу всего, снимать кабель. Клеща принесла домой, расскажи маме. Как сходила на охоту? Короче, мы погуляли, вспотели, жарко, кошмар. В следующий раз пойдем гулять только вечером, когда будет не так жарко. Знаете, чтобы было не так грустно, просто представлю, что я помогаю дедушке собрать вещи, и он, например, поедет в Грузию. Знаете, это так странно, когда... Ну ведь говорится, что когда мы уходим, ну типа после смерти, там, да, то, что мы с собой ничего не забираем, материального, ну как бы ничего не забираем. И все, что мы всю жизнь там работали, строили, не знаю, копили, мы это не можем забрать. И это так странно, да, с одной стороны. Ну, в смысле, это понятно и логично, но так странно с другой стороны. Вот я смотрю на какие-то вещи, и мне так грустно, что дедушка не может их забрать. Ну, типа, знаете, какие-то костюмы, это же он покупал, чтобы ходить, там, беговая дорожка, не знаю. Понятно, что, может быть, в лучшем мире там все у него есть, и костюмы самые лучшие, и беговая дорожка самая лучшая, ну просто так странно, знаете. Так, так вот. А сколько у него еще костюмов в Грузии, наверное, много тоже. Все равно хочется думать, что я просто помогаю дедушке собрать вещи. Потому что он полетит в Грузию, и там будет носить эти вещи. Даже не знаю, смогу ли я когда-то как-то смириться, не знаю, принять. Ну типа я вроде как понимаю, принимаю, и понимаю, что ну это жизнь. Ну типа да, ну как бы, а куда денешься, никуда не денешься. Но все равно так странно. Странно, это неподходящее слово. Но я даже не знаю, как эти ощущения, эмоции называются по-другому. Слава освободился, и теперь снимает color. Мы уже низ, он снял, и мы оттянули, посмотрели, что там. На самом деле ничего страшного, по крайней мере там. Где-то вот до сюда тянули. И там просто, наверное, более оранжевые вот эти деревяшки. Потому что они, может, здесь немножко выгорели, посветлее стали. А там они просто по-оранжевень. По-оранжевень. Вот, так что сейчас снимем, закатаем его. Все хорошо, ребята. Даже не знаю, я вообще эту стену никогда в жизни не видела без ковра. Я даже не знаю, как это вообще, когда нет ковра. В этих ближайших влогах вы увидите преображение. Отлично! Отлично! Встречайте, новая стена. Без клинокла. И гвозди программы. Гвозди! Ну как, впечатления? Да, я тебя держу на ладошке. Стой, вот смотри, вот так. Как впечатления? Ты впечатлен? Ты очень маленькая. Ну да! Ну да! Интересно, на камере видишь, что по цвету отличается? Думаю, да. Ну да, видно. Ну подумаешь! Просто желтее. Ну, кто будет смотреть туда? Ну да, желтый. Ну кто будет смотреть туда? Да, это только если присмотреться, а так незаметным взглядом. Ну-ка выключи свет, без света как? Вообще незаметно. Да ладно, это если вглядываться. В любом случае, когда-то же оно тоже выгорит. Давайте запоминать когда. И просто такой следующий кадр. Напишите в комментариях, через сколько лет считаете она будет одноцветной? Слушай, учитывая, что эту дачу построили уже когда я была, когда я была маленькая, ковер, наверное, тоже примерно сразу повесили. Ну нет, двадцать! Собирать ковер? Да, сейчас мы будем собирать ковер. Скотч нашел. Я убираюсь в этих шкафах. Здесь уже все помыла, протерла. Уже даже наши какие-то кофточки повесила. Там вот в этом контейнере дедушкины документы и так далее, и так далее. Я пока не знаю, это как бы не вещи, не знаю пока что с этим делать. Потом, в общем, в контейнер сложила. Здесь сейчас тоже все буду мыть, разбирать. Полки здесь все помыла, надо их закрыть. Все кроме одной. О! Поставили сюда телевизор, который стоял в главной комнате на кухне. Ну, где зал, короче, где дедушка смотрел телевизор. Ставили вот этот сюда, потому что он побольше размером, чтобы нам в спальне хорошо смотрелось телевизор. Потому что мы обычно в спальне смотрим телевизор. А что у нас тут, конечно, просто жесть, еще гроза гремит. Сюда мы поставили вот этот телевизор, потому что здесь редко вообще какой-либо телевизор смотрится. Тут как бы дедушка сидел, смотрел телевизор, ему нужен был здесь хороший. А нам здесь какой-то супер хороший не нужен, хотя вот это тоже ничего. Слава его сверху принес, он стоял в проходной комнате, ну не в проходной, а вот в этой, которая вот здесь, прям самая первая комната, когда заходишь там, где диван. Вот, ну там никто никогда не сидит, не смотрит телевизор, как бы зачем он. Мы сначала думали его поставить в спальню, а потом как бы подумали, зачем нам вот этот ставить, если мы обычно в спальне смотрим телевизор, там кино, все такое. Вот, а здесь такой будет телевизор, типа на фончик что-то включить, тут такой большой не нужен. Так что вот, меняем тут все, крутим, вертим, чтобы было удобней. Вот, а тот телевизор, который стоял в спальне, огромный такой, тяжелый, мы его отдали соседям. Не знаю, соседи что-нибудь с ним сделают, может разберут, может продадут, может починят вообще, но, как бы, грубо говоря, его продавать было бы глупо, потому что он, наверное, 1000 лебел стоил, 1000. Три максимум. Не, ну, как бы, понятно, сейчас кто-то напишет, а что это на деньги? Ну, деньги, конечно, ну, ладно уж, соседям, типа, дадим, пусть они, если что, продадут себе денежку возьмут. О, Вивичка там. А мы столько всего за сегодня уже успели сделать и погуляли, и съездили в город, и в магазин съездили, и дома разобрались, и ковер сняли, и вещи я сложила. Ну, там еще есть что складывать, но вот потихоньку-потихоньку буду сидеть наверху, я вам еще даже не показывала, что, но это, наверное, у нас будет следующий влог, потому что это просто передоз складываний и уборок, да, Вив? Вивочка сегодня просто намучилась, нагулялась, напотелась, да? Вот у меня камера уже даже садится, но у меня есть еще один аккумулятор. Так, ребят, ну что ж, я собрала дедушкины вещи, протерла здесь все, тут тоже немножко было дедушкиных вещей, прям совсем чуть-чуть, и всякие тряпки, ну, и как тряпки, вот, короче, вот это у нас будет шкаф со всякими пледами, полотенцами такой-сякой, постельное белье, вот здесь будет постельное белье, ну, на втором этаже еще будет место для постельного белья, но полотенце, вот это вот все здесь будет, там есть какие-то одеяла, пледики, скатерти, ну, как бы скатерти, да, может быть, они нафиг не нужны, но это уже, это уже мелочь, с которой я смогу разобраться потом в любое другое свободное время. Сейчас мне надо здесь все протереть, и здесь у нас будет лежать наша одежда, здесь у нас будут всякие трусики, носочки, пижамки, я как раз много всего с собой сюда привезла, всяких пижамок и так далее, и постельного белья, вот здесь все, короче, привезла, такое старое постельное белье, ну, старое, имеется в виду, там, новое, в Москве купили, а здесь такое будет, типа, не самое новое, но нормальное, тоже хорошее, как раз вот привезут завтра кровать, постелю все, вот, что, что сказать, вот эти все вещи надо будет сложить, вот, также я в телеграм выставляла, кстати, можете на меня подписаться, я там очень часто все публикую, выставляла фотографию издалека, как здесь сейчас все выглядит, и кто-то написал, ой, как, типа, все любили собирать вот это вот все, хрустальную посуду, вот ее все держать здесь, и на самом деле здесь вообще не хлам, я когда здесь разберусь, я вам поближе покажу, что там стоит, но на самом деле здесь вот именно такого прям хлама какого-то нет, то есть тут все полезное, бокалы, там, для шампанского, для виски, для того, для сего, то есть тут прям офигенный такой сервиз, здесь очень много разных тарелок, там на кухне тоже есть эти тарелки, ну, как бы все пригодится, это классно, для шашлычка будет, чайные какие-то там, для плова, то есть что тут только нет, осталось только научиться все это готовить, тут у меня то, что надо будет разобрать, разложить, тоже красоту навести, вот это надо будет тоже убрать шкаф куда-нибудь, можно будет наверх туда, например, убрать, это печатная машинка, принтер, мне кажется, и тут что только нет, мне кажется, здесь и фотографии он делает, в общем, да, уберем ее тоже наверх, потому что мы и не пользуемся, дедушка пользовался, но она нам все равно пригодится, вот эту вещь продавать точно не надо, мы уже подключили Apple TV, мы его в Москве вообще не смотрим, этот Apple TV, потому что у нас там крутой телек новый, на котором все есть, не знаю, как бы вас так установить, чтобы было лучше видно, а еще из интересного, я заказала сюда доставку продуктов, проверить вообще, есть такая рабочая, эта тема не рабочая, и посмотрим, заказала много всего, потому что там от какой-то определенной суммы они только доставляют, так что очень любопытно, но я думаю, что доставят, наверное, почему бы и нет. Пылесос, который здесь всегда стоял, унесли наверх, потому что я вот этот привезла, и пока мы сюда не купим что-то похожее, а это нам не горит, буду привозить свой, потому что с тем пылесосом просто не лазимой, ну нет, возможно, он просто, ну, типа старый, обычный, он не так хорошо засасывает, и он тяжелый, и он с проводом, и, конечно, это не такая уж большая проблема, казалось бы, раньше же как-то люди жили, но просто пока весь дом обойдешь, это еще лестницу пропылесосит, это в одном воткнул, дальше не дотягивает, надо спускаться, ну, короче, это просто геморг, неудобно. Знаете, на даче всегда все пригодится, вот, не знаю, приедут гости, блин, такая, конечно, смешная, потому что у меня всегда такое ощущение, что к нам приедут гости, что у нас будет много людей в доме, наверное, это моя, может быть, какая-то скрытая мечта. Почему она скрытая? Потому что, на самом деле, я не люблю, когда большое скопление людей, что странно, ну, в смысле, мне по кайфу, когда вот мы вдвоем, мне по кайфу с родными, ну, наверное, вот гости, в моем понимании, это чисто наши родные, потому что я, честно, вообще, не то, что там не тусовочная какая-то, это вообще настолько не про меня, мне это настолько неинтересно, у меня абсолютно офигенно, вот вдвоем со Славой, там, с нашими родными, для меня это самые лучшие, вообще, тусовки, самые лучшие гости. Ну, короче, не знаю, я это очень люблю, и вот я думаю, тоже приедут к нам наши родные, не знаю, мамы, например, и они такие, ой, что-то холодно стало вечером, у вас нет теплой кофточки? Мамы такие, да, целый шкаф, поэтому вот видите, все пригодится. Вот такая классная у Славы кофточка, он ее не носит. Когда мы со Славой ездили в Париж, по-моему, в первый раз, мы купили кофты, типа, я люблю Париж, ну, такие, знаете, ай. Вот они у нас тут теперь на даче живут, теперь мы на даче любим Париж. Блин, волосы меня сегодня просто задолбали, они уже настолько длинные, настолько тяжелые, что я уже не знаю, как их закручивать, куда их засовывать, самое лучшее это косички, реально, чтобы они особо не мешали, потому что я уже не знаю. Мне надо какой-нибудь, знаешь, как у танцев, ну, вот этих вот балерин, там, не знаю, бальные танцы, вот такие вот пучки. У меня в детстве, кстати, был такой, бабушка мне надевала, и я на бальные танцы еще ходила. Когда делаешь пучок, а потом еще вот такую, как резинка с сеткой, поняли, вот такую мне надо. У меня тут всякие футболочки, кофточки еще есть. Чего тут только нет? Тут даже есть вот такой вот, типа, купальник. Интересно. Я думаю, влезу я в него. Да, конечно, я сюда привезла то, что я уже так, типа, не ношу. Волосинки классно. Ой, да какие классные. Вообще, в дуни их ходить. А то у меня, прикиньте, сегодня кто-то укусил. Не знаю, вы видите, его нет. Сфокусируется, если что, потом ближе пожил. Укусил меня кто-то. Не знаю, кто. Мне уже подписчики написали, что у меня блоги покусали. Ну, не знаю. Может, мошка какая. Но мне кажется, что все-таки мошка какая-то. А вот это, короче, из Виктории Сикрет. Это, типа, пижама. Понял? Ржу, не могу. Материал очень странный. Не знаю, конечно, вкусы меняются. Хотя, может, мне сейчас понравится. Короче, это, типа, как такая, как пижамная, такая кофточка. Ну, как? В идеале здесь поменять шторы, но это не такое. Не то, что, типа, горит. Надо срочно это сделать. Но в идеале, да, надо. Потому что они бирюзовые. Бирюзовые. Гипотетически, их можно просто поменять местами с теми шторами, которые на втором этаже, где мы спали. Потому что там бежевые шторы. И можно их сюда повесить, а эти повесить туда. Потому что там белая мебель. И, может быть, не так будет в глаза бросаться. Не знаю. А это что? Ой, какой топик красивый. Я помню такой. Так это же вообще красота. Так это же вообще супер. Вот пластик. Вот так надеваешь. Он не на плечи, а вот так вот. Вот так. Вот так. Тут, короче, завязываешь. Так. И понял? Такой, типа, ну, чуть-чуть бюст. О, классная футболка. Бэйби. Прям надел и пошел. Очень много вещей я повесила на вешалке. Вот. Но там наверху столько всего еще, что... Только кажется, что у нас много теперь свободного места. На самом деле нет. А вот это у меня, кстати, пижама. Надо найти от нее пижамные штаны. Но в ней, конечно, летом будет очень жарко. Это мне как-то дарили на день рождения. Тетя дарила. Вот. Ну, такая кофточка, типа, домашняя, прикольная. Так. Вот это тоже, кстати, классная такая штучка. Вообще какая-то ночнушка, что ли. Из ойша. Ну, да, скорее всего, такая ночнушка. Она чем прикольная, что... Ну, так вот нужно накинуть, знаете. И пошел, и пошел. Все-таки я люблю спать на глаженном или отпаренном белье. Но это ж жутко ненавижу. У нас, короче, дома сейчас нет утюга. У нас есть только отпариватель. Потому что наш утюг сломался. И мы купили тогда отпариватель, типа, вместе с утюгом. Два в одном. И пока ты отпаришь постельное белье, просто охренеешь. Поэтому, конечно, лучше утюг в таких вопросах. И в идеале, как только постирала, как моя бабушка всегда делала. Кстати, по поводу бабушки, которая мама, папа. У меня часто бывает спрашивают. Общаемся, не общаемся, где она? Мы общаемся. Она живет на другой даче. Просто мы не так часто видимся. И поэтому я вам ее как бы не снимаю, не показываю. Потому что я даже не знаю. Может быть, она бы и не хотела в интернетах всяких. Но она меня как вторая мама тоже вырисовала. Вообще, у меня бабушки просто офигенские. Мне безумно повезло. Вообще, со всеми моими родными, если честно. Очень сильно мне повезло с дедушкой. Ну, вы знаете, как сильно мы друг друга любили. Бабушки у меня тоже замечательные. Просто все для меня делали тоже. Ну, и дедушка с бабушкой вот на эту дачу меня забирали. Потому что я первый такой... Ну, у дедушки я первая внучка. Вот. И... И да, меня просто, мне кажется, выкрали сюда у родителей. Так, а где же еще у нас постельная? Что-то тут не хватает. Надо пойти на поиски еще постельной. Где я помню, что... Ещё что-то тут будет. Почему я говорила, что вот мое детство прошло здесь на даче. И я все детство росла и видела, как бабушка убирается, готовит вещи там, складывает, утюжит, парит. Что только не делает. То есть, реально, я думаю, что отчасти это еще из-за бабушки моей я такая вот, что я люблю, чтобы было чисто. Для меня это прямо... Потому что я в этом выросла. Я выросла в чистоте и в доме, где женщина всегда готовит, убирает. То есть, у меня это, ну, как бы с детства заложено, что это нормально, это правильно. Единственное, что бабушка очень много всего это делала. Мне кажется, она каждый день пылесосила, убирала, готовила. Мне кажется, она и сейчас так делает, стопудово. Вот. Но это воспитание все-таки, это когда смотришь, с детства впитываешь. Вот я впитала, что дома должно быть чисто. Как минимум. Ну и готовить, конечно. Ну, готовить просто иногда немножко лень. Но тоже надо. Так, у нас еще в чемодане, кстати, вещи можно распадывать. Меня больше интересует, куда делось белье. Короче, постельная. Все вот здесь разобрались. Ну, тут на самом деле все так и было. То есть, у дедушки такой порядок и был. Вот. Единственное, что я тут где-то что-то еще доложила. Но, по сути, вот все так и было у него. Я, может, просто местами поменяла, потому что что-то было еще в этом шкафчике. И немножко дедушкиных вещей. Так. Осталось разобрать чемодан. Здесь тоже вещи. Этот пакет нахрен выкинуть. Здесь вивины пеленки. И... Какая-какая техника. Сейчас я это отнесу туда. В общем, все. Я как бы разложила, что было пока. Вот. Тут пока ничего такого нового не добавилось. Пропылесосила. Все так и приставила. Там еще не до конца разобралась, разложила. Подвинула вот сюда эту штуку. Она не тяжело, кстати, двигается. Вот. Здесь тоже кое-что доразберу. Ну, пока что вот так. Сейчас вот в чемодане тоже вещи. Потом попозже разложу здесь. Разберу. Это как бы не горит. Самое главное, что мы вот сегодня ковер сняли. Вот это все освободили пространство. Потому что теперь здесь будет стоять кровать. Да, конечно, без ковра комната побольше. Сразу выглядит как будто бы что-то новенькое такое. Вообще, мне написали, что лучше снимать. Потому что у них много пыли, аллергенов и так далее. С другой стороны... Ну да, я согласна, если честно. Вот здесь тоже пыль я не протерла. Только под телевизором протерла до того, как мы его сюда поставили. Ну, это я сделаю. Это уже полы мыть. Вот это все. Это я сейчас не хочу, потому что завтра и так здесь будет жесть. Кровать собирать, разбирать. Вот это все. Поэтому не вижу смысла прям заморачиваться по поводу пыли сильно. Потому что все равно придется все мыть. И пол тоже придется мыть. Несмотря на то, что я пропылесосила. Меня больше волнует вот эта зона. Здесь куча всего. И того, что мы купили сегодня. Надо все это разложить, разобрать. Вот это туда. Я, конечно, охватываешь, жесть. Вообще так пофиг. Короче, показываю, что мы сегодня купили. Надо будет все тоже помыть. В общем, в фикс-прайсе были. Это единственный магазин, который мы вот такой вот нашли, где типа что-то для дома еще есть. Ну, там, где мы были. Вот. Там я взяла вот такие штучки для хранения. Там соль, еще что-то, сахар. Там рис. Не знаю. Их четыре я, по-моему, взяла. Вот такие контейнеры взяла. Они удобны для всяких моющих средств. Да и на самом деле, я вот всегда, когда беру контейнер... Просто больная тема. Все эти контейнеры меня заколебали. Я их всегда беру везде. Я когда беру контейнер, мне всегда кажется... Ой, ну ладно, типа две хватит. Ну, три, четыре хватит. Ну, все. И каждый раз всегда находятся... Вот что-то убираю в эти контейнеры и думаю, блин, вот еще бы два контейнера. Я бы туда еще вот это положила. Но все равно они всегда нужны. Вот эти вот штуки. Это, ну, очень удобно, реально. А, кстати, думаю, что интересно. Мы купили поменять штору в ванной, потому что здесь штора просто капец какая. Старая. Уже отсвела вся желтая внизу, потому что... Потому что потом... Ах... Блин. А, ну нет. Что-то, что нам надо. Только мне кажется, что рацион будет длиннее, чем нам надо. Кто-то из подписчиков мне написал, типа... Ой, а не хотите вообще сделать ремонт, покрасить... Эти... Ну, как их... Типа стены покрасить. Они сейчас желтые, типа покрасьте белые. Знаете, я об этом думала не один раз. Но потом, когда мы все это рассуждали, размышляли, думали, надо, не надо, как лучше, как не лучше, мы пришли к такому мнению. Короче, мы пришли к такому мнению, что будет лучше, если когда-нибудь мы соберемся, потратим побольше денежек и просто поменяем вот эти вот обивки. И это будет гораздо... А что, в комплекте не идут шпаки, не так? Представляете, не идут. Ужас какой. Как можно было не положить в комплекте вот эти шпачки, на которые крепишь. Короче, она здесь просто вся сверху розовая. Ну, розовая, конечно, идеально мы подошел, потому что здесь, типа, тоже розовая, но розовой не было. В общем, она старая, причем в Москве у нас на балконе лежит тоже новая, которую мы купили для того, чтобы привезти сюда и каждый раз забывали об этом. Но я боюсь, что вот эта будет сильно длиннее. Ну, ладно, посмотрим. Сейчас получится. В любом случае, освежиться будет получше. Хотя белые, боюсь, тоже, ну, конечно, через время испачкались. Вообще, везде они пачкаются, их надо периодически менять. Мы в Москве тоже меняем периодически, хотя там вода не настолько, скажем так, почище. То есть, ну, без... Не дает столько желтизны какой-то. Блин, она очень низкая здесь. Ну, прошу. Ну, можно ее отрезать, кстати. Вот так он будет стоять. Пока не знаю, где. Куда поместится. Сюда, наверное, не поместится. Ах, чуть-чуть не хватило. Вот, правда, ты такая. У меня вот тут есть еще местечко для спеца, но здесь паук. Прям там. Что они там делают. Зай, ты можешь паука еще одного убить? Видишь его? Он умер, скорее всего. Он умер, скорее всего. Он умер, скорее всего. А ты меня так. А ты со мной так. А-а-а. Ну, сорян. Ты же знаешь, я же сторожил. Да, следил тут за всеми пауками. Мушками. Мушками, да. Что там с пауком? Паук ушел. Но немного паутыней осталось. Я их ненавижу. Просто ненавижу. Блин, а мне кажется, сюда тоже не встанет. Ну, что ж ты будешь делать-то? Ну, и зря паука только убили. Да куда ж мне эти специи? Глянь, а. Что-то так макарошкам захотелось. С сосисками. О, смотрите, в каких банках раньше хранили все. Это вам не вот это. Это вам была у тебя кокейная банка. Туда и насыпем. Ну, вот это я бы, если честно, выкинула. Это какой-то рис, которым я не отбираю. Нехорошее место для приправ. Мне вот здесь нравится. Но сюда что-то другое тогда надо для приправ. Какая-то другая емкость. А другой-то у меня и нет. Ну, ладно, я не знаю, что еще сделаешь. Буду доставать по нужде. Смотрите, какой калькулятор я нашла. Не видно вам, нет? Так вот складывается. Например, все уже пять. У меня уже пять. Вот как работает. Классно. Зая, обалдеешь. Сколько всего можно найти на даче? Смотрите, тут тарелки. Ну, что, нам не хватит, что ли? Нам на двоих хватит таких тарелок. Тут еще тарелки. Если что, как бы вон там еще тарелки. Ну, типа, лучше уж, наверное, освободить это место. И сюда же я смогу и специи поставить. Так что сейчас мы этим займемся. Среди кредит. Окей. Это срези кредит. Это нам сюда? Срези. Это девять часов вечера. А мы сегодня-то стали вообще восемь сорок. Для нас уже, можно сказать, мы уже поужинаем все. То есть через часа три мы бы уже спали, наверное. Ну, в общем, посмотрим. Может, и будем спать. Не, не будем. Ну, 0.30 где-то нам должны привезти еду. Ну, Вивочка тут. Ну, Вивочка с нами не пойдет. Да, Вивочка? На этом я с вами прощаюсь. Спасибо, что смотрели этот влог. Надеюсь, что он вам понравился. Оставляйте комментарии. Буду читать. Ставьте лайки. Подписывайтесь на меня в Телеграме. Я там постоянно все публикую. То, что происходит со мной сейчас. Типа, как раньше в сторис я все выставляла. Но у меня что-то как-то тяжело через VPN заходить в сторис сейчас. Поэтому... Поэтому чаще я в Телеграм. Вот. Всех люблю, целую, обнимаю. Будьте счастливы, здоровы. И всем пока.